К другим новостям. Официальная и традиционная медицина. За и против. На что обратить внимание помимо основных симптомов заболевания? Что в лечении пациента главное? Об этом и многом другом разговаривали в рамках круглого стола ученики медицинских классов гимназии номер 16. Приглашенным гостем стала врач-стоматолог Наталья Феоктистова. Врач или пусть то медсестра, даже человек, который просто убирается, это санитар, занимается, наверное, определенным искусством. Потому что мы сохраняем тело человека. И не просто тело человека, но еще и его душу. О том, что лечение искусства, в аудитории прозвучало не раз. Расширять кругозор будущих врачей учителя гимназии начали давно. Но круглые столы – новый формат общения ребят. В гимназии номер 16 есть ряд профильных классов. Среди них два медицинских. Участие в беседе приняли почти 50 учеников. Они задавали вопросы и даже вступали в полемику с доктором. Что, например, если сам пациент, например, не желает вылечиться или не думает, что это возможно? Вы можете обойти кучу врачей и кучу светил, а не получить то, зачем вы пришли. Если на самом деле вы не нашли того доктора, которому действительно доверились и поверили в то, что он сможет вам помочь, он сможет вас излечить. Большинство участников круглого стола уже знают, какими они станут врачами. Однако далеко не все имеют такую возможность – познакомиться с профессией, будучи школьником. Очень часто родители говорят о том, что вот ребенок не знает, куда пойти. Вот ребенок думает, и вот мы там думаем. Но вот, наверное, и стоит провести такие вот круглые столы. Отвести в больницу или клинику, чтобы они почувствовали внутри себя, что сидит то желание, которое вот сейчас вот вдохну и стану вот врачом, и буду лечить, и буду наслаждаться, и буду радоваться, и дарить всем радость. После окончания беседы доктора буквально окружили слушателей, продолжая задавать вопросы. По их просьбе, следующие круглые столы теперь пройдут на другие темы – имплантология и нейрохирургия, а некоторые из них заинтересовались даже основами китайской медицины. Мария Антонова, Александр Асеев, телеканал ЛРТ.